В следующем этапе мы проектируем молнию по среднему срезу спинки. Для этого необходимо удалить все линии сшивки, которые у нас есть. Для этого мы в окне, например, 2D выбираем, можно в окне 3D одновременно, как вам удобно работать, или с трехмерным объектом, или с плоскостными шаблонами. Удаляем все швы, которые у нас соединяют две части спинки. Мы можем сейчас включить синхронизацию и увидеть, что у нас изделие раскрыто, то есть швов нет. Далее для удобства работы с молнией мы переходим в окно 3D. Я могу вернуть аватар, чтобы удобнее было. Это такой вот нюанс, который бывает возникает в программе при симуляции. Далее выбираем молнию, ставим первую точку и вдоль среза направляем движение этой молнии. Двойным щелчком замыкаем. Линия у нас окрашивается в другой цвет. Дальше на следующем этапе выполняем то же самое по противоположной стороне. Так вот у нас получилась молния. По умолчанию молния пластиковая. И для того, чтобы ее закрыть, мы включаем симуляцию. Сейчас у нас, посмотрите, форма замка тоже стоит по умолчанию. Мы ее можем поменять. Для этого переходим в окно свойств. Выбираем вид замка. Например, такой. Мы можем выбрать другой цвет молнии. Я тоже возьму красный. И нам нужно, я нажму на окончание симуляции, кликаем на саму молнию. Вот она у нас выделяется. Мы тоже можем заменить цвет. И поварьировать с параметрами молнии. В данном случае у нас установлена ширина 5. Давайте мы можем поменять на 3, чтобы было видно. Изменить толщину. Размер ячейки меша. Чем меньше, тем качество визуализации цифрового лука цифровой модели будет выше. Можно поменять молнию на другой вид. Для этого нужно зайти в раздел текстур и воспользоваться той библиотекой, которая у нас есть в программе. То есть для этого мы в библиотеке выбираем виды молний. И здесь можно выбрать тип молнии. Есть металлическая, спиральная молния, пластиковая молния. И соответственно через загрузку текстуры мы выполняем ее активизацию в программе. Мы заходим в раздел Materials, Headwear Trimps и выбираем тип, например молнии. Вот молния. И выбираем ее тип. Например я выберу металлическую. То есть у нас поменялась сейчас текстура молнии. Снова мы нажимаем на симуляцию. Вот теперь поближе покажу нашу молнию. Итак, не забывайте пользоваться библиотекой, которая есть в программе. И выбирать здесь можно не только типы молний, но и типы замков. Если вы работаете с застежкой на пуговице, то и разные виды пуговиц. То есть все вот в этой библиотеке есть, которую вы можете пользоваться. В соответствии с техническим рисунком модели у нас предусмотрены отделочные строчки по линии горловины. И также строчки по нижнему срезу рукавов и нижнему срезу платья. Для работы с функцией строчки лучше перейти в окно 2D. И используя функцию добавить строчку на сегмент, мы показываем местоположение этих строчек. По линии горловины. Как я уже сказала, в одном из первых занятий, вот эти вот лишние точки разделяющие, они мешают оформить линию целиком. Поэтому по возможности избавляйтесь от них и просто регулируйте кривизну детали с помощью функции редактировать деталь. То же самое мы с вами оформляем отделочные строчки по линии горловины спинки и по нижнему срезу рукавов. Но еще такой нюанс у нас в соответствии с техническим рисунком, по линии горловины строчка стоит где-то на 5 мм от края, а по нижнему срезу рукава соответствует величине припуска на подгибку. Поэтому мы эти строчки можем сделать в различных позициях. Я отменю строчки на деталях рукава и вот здесь вот в разделе свойств я просто добавлю еще одну строчку. Я ее могу назвать, например, по нижнему срезу, а это у нас будет по линии горловины. То есть они у нас будут просто на разном расстоянии. Давайте вернемся вот к этой строчке. Также я ее выделяю. Двойным щелчком мы активируем параметры строчки. Мы можем выбрать, давайте я тоже одновременно буду показывать это и в окне 3D на примере детали рукава. То есть сейчас мы видим, что у нас строчка появилась, но она очень близко находится от края детали. Поэтому мы можем за счет изменения отклонения ее передвинуть на необходимую величину. Также мы можем задать количество стежков, задать параметры толщину и тип нитей и выбрать, например, текстуру и цветовое решение. Давайте пока поставим контрастные, чтобы нам их было видно. При желании вы можете запроектировать еще и вторую строчку отделочную, если она необходима. Тогда вы можете указать здесь отстояние одной строчки от другой. Ну, например, давайте поставим 10 мм, чтобы тоже было видно. Вот, значит, это у нас строчки по линии низа рукава. Теперь в отношении линии горловины. Двойным щелчком мы активируем строчку по линии горловины. Сейчас она у нас тоже белая, то есть мы можем поменять цвет. Давайте тоже пока поставим черный, чтобы было видно. И также вы можете изменить ее величину смещения на необходимое значение в соответствии, например, с техническим рисунком. Вот таким образом мы проектируем строчки. То же самое мы выполняем и по нижнему срезу платья. Кроме отделочных строчек, которые у нас расположены по краям, например, деталей, мы можем проложить строчки, например, по каким-то дополнительным линиям. Вот у нас была нанесена внутренняя линия, определяющая местоположение нижнего среза обтачки. Я сейчас тоже попробую, покажу строчку. И посмотрите, то есть она у нас визуализирована здесь. То есть тем самым, в зависимости от модельных особенностей и за счет использования внутренних линий, давайте вот продемонстрирую еще на детали рукава, то есть с помощью полигона «Внутренняя линия» мы намечаем местоположение. Намечаем местоположение внутренней линии. С помощью функции «Редактировать деталь» задаем кривизну в соответствии с линией низа. Например, вот так. Дальше выбираем строчку. И видим, что на детали рукава у нас появилась вторая строчка. Чуть-чуть подвину окно, чтобы было видно. То есть вот таким образом. Кроме отделочных строчек, в программе есть возможность использования других элементов. Например, вы можете выполнить окантовку срезов. Тогда в окне 3D задаете, так же, как мы работали с молнией, например, участок, где нужно выполнить окантовку, и двойным щелчком замыкаете. Приближу поближе. Давайте мы эту окантовку выделим. И используем, например, другой вид материала. Вот, чтобы было видно. Вот так. То же самое можно выполнить и по спинке. Так, я отменю, поскольку у нас по модели не предусмотрен такой вариант обработки. Так. Вот с отделочными строчками мы закончили и обработали по среднему срезу спинки волнею. НоNext. И все.